Здравствуйте, уважаемые друзья и гости моего канала. Сегодня мы с вами поговорим о раздельном питании, как о диете. Собственно говоря, это не диета, это принцип питания, которым можно пользоваться всю жизнь. Все-таки мы с вами люди, существа ненасытные в прямом смысле этого слова. Есть нам хочется много, выглядеть при этом прекрасно, а чувствовать себя всегда великолепно. И соответственно мы мечтаем о диете, которая обеспечивала бы нам именно такой результат. Оказывается, человечество давно уже изобрело, а точнее обнаружило такую диету, при которой похудание происходит, несмотря на вполне солидные и насыщающие порции еды. И к тому же еды разнообразной. Эта диета называется раздельным питанием. Основан этот принцип на том, что для нормальной переработки в желудке различных продуктов требуются различные типы желудочного сока. Потому что различные продукты, попадая в желудок, вызывают в нем различную химическую реакцию. Либо щелочную, либо кислотную. И соответственно, чтобы дать нашему желудку возможность спокойно, без лишнего напряжения, эти продукты перерабатывать, их не нужно смешивать. Пока я вам буду рассказывать о том, кто изобрел эту диету и когда, и как она работает, вашему вниманию предоставлена табличка. Табличка это о совместимости продуктов. Зелененьким обозначены хорошо совместимые продукты, желтеньким нормально совместимые и красным несовместимые. Циферками по диагонали и по вертикали обозначено название продукта. Например, мясо, рыба, птица цифра 1 и по диагонали, и по вертикали. Само собой оно не сочетается, поэтому по диагонали идут синие квадратики. Далее, зерновые и бобовые, например, цифра 2, смотрим, как они сочетаются. Сочетаются с мясом цифра 1, красный квадратик, плохо совмещаются. С чем же они хорошо совмещаются? С цифрой 4. Что у нас стоит под цифрой 4? Это сметана. И так далее. Вы пока рассматривайте, изучайте эту табличку, а я вам расскажу дальше. Что значит совмещаемые и несовмещаемые продукты? А это значит то, что фрукты, после того, как вы их проглотили, находятся в желудке 20 минут. Самое большое – полчаса. Злаковые и бобовые – полчаса. Рыба, птица и мясо – 2-3 часа. И это при том, если ваш желудок не ленивый. Соответственно, это минимальные временные промежутки, которые должны отделять поглощение этих продуктов друг от друга. Принцип этого раздельного питания был внятно сформулирован в начале 20 века. И это был американский доктор-хирург Уильям Хейл. Принципы питания по доктору Хейл следующие. Следует кушать только натуральные продукты, никаких полуфабрикатов, никакой еды неизвестного качества. Непонятно, чем обработаны с целью длительного хранения. Нельзя соединять во время одного приема продукты, богатые белками, с продуктами, богатыми углеводами. Продукты делятся на три группы. Это богатые белками, богатые углеводами и продукты нейтральной группы. Продукты нейтральной группы можно сочетать и с белками, и с углеводами. Следует понимать, что пища на три четверти должна состоять из продуктов, образующих в желудке щелочную среду. То есть из сырых овощей, зеленых салатов, фруктов. И лишь на одну четверть из продуктов, которые образуют кислотную среду. Это мясо и рыба. Утром пища должна быть щелочной, в обед белковой, вечером углеводной. После трех часов дня белковую пищу, а именно мясо, принимать ни в коем случае нельзя. Пить нужно за час до еды или спустя час после еды. Промежутки между завтраком, обедом и ужином должны составлять не менее четырех часов. Вот собственно и все основные правила. Но кроме правил есть еще и запреты. А запреты таковы, что нужно отказаться от изделий из белой муки, шлифованного белого риса, бобовых, маргарина, сахара, содержащих сахар сладостей, в том числе конфет, поваренной соли, горчицы, уксуса, кофе, черного чая, какао и алкоголя. И конечно любых других готовых продуктов смешанного состава. Например, концентрированных супов, майонеза, полуфабрикатов. И пить нужно на этой диете как можно больше. Не менее полутора литров чистой воды в день. Естественно, что продукты, которые все-таки придется вам готовить, овощи или фрукты, нужно тушить в собственном соку или слегка отваривать. Допускается приготовление на пару, а мясо и рыбу допускается готовить на гриле. В начале 20 века диету доктора Хея усовершенствовал американский доктор Герберт Шелтон. Именно Шелтон, а не Шелдон. Шелдон это писатель. И когда иногда в интернете попадаются статьи диета доктора Шелдона, это очень смешно. Так вот, правила питания по Шелтону остаются точно такие же, как и у доктора Хея. Но только намного проще. Для этого существуют таблицы совместимости. Чтобы ваша голова не болела и не пухла от сочетаемой и несочетаемой пищи, я рекомендую сделать вам вот так же, как сделано у меня на кухне. В кромном уголочке висят списки. На желтом фоне это совместимые продукты. На зеленом это допустимо совместимые продукты. И на красном это несовместимые продукты. Писки дальше я вам сфотографирую и выложу. Можете распечатать их себе и пользоваться с удовольствием. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки. Музыка. 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 Продолжение следует...